В прошлый понедельник Apple выпустила iOS 17, я ей пользуюсь уже второй день, и вот мои замечания. Как всегда дохренище полезных и бесполезных функций, у меня, честно говоря, даже терпения не хватает на то, чтобы это всё прочитать, всё попробовать и совсем ознакомиться. Но видео сегодня не об этом. Нереально просто глючит приложение, я сейчас пытаюсь подвинуть своё изображение, увеличить его или уменьшить, и у меня просто никак не реагирует TikTok на мои прикасания. Что за хрень, а? Короче, зависая в этом положении. И прикол в том, что самое обидное, ваш телефон, iPhone, если он не 15, будет превращаться медленно, но верно в унылое говно. После обновления на новую прошивку батарейки вашего телефона будет хватать не на весь день, а ровно наполовину или даже меньше. Также вы заметите, как ухудшилось качество видео и фотосъёмки, и игры будут тормозить. Телефон нереально начнёт нагреваться, даже если вы пользуетесь просто тупо браузером. Теперь при открытии любого приложения вам придётся дольше наблюдать логотип этого приложения на весь экран, прежде чем оно загрузится. И для чего это делается? Это делается ради денег, ради прибыли, как любой другой бизнес, Apple и другие компании, выпускающие софт, приложения, телефоны, гаджеты. В общем, все заинтересованы в том, чтобы вы покупали новую модель, а предыдущую выбрасывали или сдавали в утиль. Потому что если ваш старый iPhone будет работать так же быстро, как после покупки, то вам не нужно будет покупать новую модель, а это никому не выгодно. Собственно, то же самое с Windows, с Android, кто там ещё? Ну, в общем, вы поняли, вот и всё.